Сегодня мы приехали к девушкам из спортивной школы Амазонка. Здесь они занимаются двумя единоборствами – сумо и самбо. Однако сегодня речь пойдет только о сумо – одном из древнейших видов спорта в мире. Сумо – традиционный японский вид спорта, в котором два спортсмена пытаются вытолкнуть друг друга за пределы круга или заставить коснуться земли любой частью тела. Что происходит сзади нас? Сейчас девочки готовятся к первенству России по сумо, и у нас тренировка посвящена сумо. То есть постели на дэхё, на дэхё выходят две спортсменки, начинается борьба, задача – вывести за ковер, чтобы коснуться третьей точкой. И кто первый выходит за ковер, тот и проигрывает. А что такое дэхё? Это такой традиционный ковер для сумо, я так понимаю. Да, ну для соревнований это стелиться покрышкой и обкладываться таким кругом плотным. А вообще в идеале дэхё делается на песке, там даже глиняный такой помост делается, на нем сумоисты выходят и начинают бороться. На самом деле я думала, что сумо – это только когда толкают друг друга. Но здесь они не просто толкают ни за ноги, они пытаются и завалить, и как-то… Какие вообще правила приема, что нужно делать, что нельзя делать? Задача – это сумо вывести за дэхё, чтобы кто-то первый заступил. А какой техникой вывести? Приемом, выведением из равновесия, какими-то толчками. Это уже тренер подбирает наиболее нужный, необходимый для данного спортсмена приемный. Сумо полон обычаев. Воспитанница муниципальной школы «Амазонка» рассказала про некоторые из них. Что это у тебя за пояс такой интересный? Пояс называется «Маваси». Он состоит из плотного полотна. Да, я вот чувствую. Сделано специально, чтобы можно было брать захват за него. Мы могли его дергать, растаскивать. Ну, то есть во время схватки… Мы за него хватаемся. Ага. И благодаря нему мы можем провести приемы, вытолкнуть. Единственное, нельзя брать за продлинение. Ага. И сзади за узел. И сзади за узел. То есть за вот эту часть, за вот эту, за вот эту. Да, вот здесь мы можем все брать. А почему он так по-особенному завязывается? Какие вот тоже здесь есть правила? Там есть определенные нюансы, чтобы… Расскажу так. Если у соперника развязывается «Маваси», он автоматом проигрывает. Поэтому есть определенная система. Нужно сделать так, чтобы оно не развязалось, иначе ты проиграешь. Расскажи, пожалуйста, про ритуал, который проводится перед встречей. Первое действие – это мы находимся за Дахео. Мы кланяемся. Это мы приветствуем всех судей, всех зрителей. Потом мы заходим в Дахео, кланяемся еще раз. Это мы приветствуем уже соперника. Потом делаем, садимся на корточки, показываем чистые руки. Такое ощущение, как будто берем или водичку, или песок, показываем, что мы с добрыми мерями, пытаемся просто плать вместе в насильнейший, без какого-то плохого умысла. Садимся возле линии, также показываем сопернику уже, что у нас чистые руки, что мы только с хорошим номером. Уже ставим кулаки перед линией, это значит, мы готовы к сарту. Можно поставить один кулак, приготовиться, дождаться. Ага. Который поставил, судя дает в команду хоккей, и мы уже начинаем бороться. А про самбо мы расскажем в следующем выпуске программы «На спорте». А также ответим на два вопроса. Как в одной муниципальной спортивной школе «Амазонка» сочетаются два абсолютно разных единоборства, и почему с первого взгляда мужские виды спорта подходят девушкам. С вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте! Аплодисменты. Будьте на спорте! Продолжение следует...